25 лет назад была попытка внедрить в сознание масс новую религию, в центре которой стояло понятие рыночная экономика. Нам внушали, что рука рынка это такая великая божественная длань, которая все расставит на свои места. На самом деле эта длань, эта рука, она тянется вовсе не из неба, а из преисподней. Рука рынка так все расставила, что огромное количество людей обнищало, а народное хозяйство страны рухнуло. Вообще многие патриотические экономисты, публицисты и исследователи, они писали про вот эту так называемую рыночную экономику, про блеф рыночной экономики, но наиболее последовательно, наиболее интересно об этом рассуждает Валентин Юрьевич Катасонов, профессор-экономист. Недавно он прочитал большую интереснейшую лекцию на тему экономики победы, на тему сталинской экономики. Эта лекция прозвучала в Ульяновске, на родине Ленина, при большом стечении народу. Молодежь, студенты пришли послушать Валентина Катасонова. Давайте послушаем его и мы. Надо сказать, что задача индустриализации, она не сразу была сформулирована, само слово не сразу появилось. Ну вот вчера мы прошли тут по залам музея Ленина. Надо все-таки честно, откровенно сказать, что идея индустриализации принадлежит не Ленину. Я специально обратил внимание на некоторые экспозиции. Да, вспоминают план Гейл-Ро, но все-таки это не план индустриализации. Так, будем говорить, уже достаточно четко задача индустриализации прозвучала на 14 съезде ВКПБ в декабре. И индустриализация не ради индустриализации, а ради того, чтобы страна обрела экономическую независимость, то есть индустриализация ради того, чтобы нейтрализовать вот эту самую блокаду. Это, кстати говоря, очень актуально для сегодняшнего дня, потому что экономические санкции это очень такая модная тема сегодня. И вот именно с этим появился лозунг импортозамещения. Но, во-первых, хочу сказать, что реальных, к сожалению, пока особых шагов по части импортозамещения не видно. И, во-вторых, конечно, нету концепции импортозамещения, как именно создание полноценного комплекса всех отраслей промышленности, которые бы обеспечивали потребности страны в инвестиционных товарах, средствах производства и потребительских товарах. То есть нужна некая долгосрочная программа, ее пока на сегодняшний день нету. Но я должен сказать, что нету и достаточных политических предпосылок для того, чтобы такая индустриализация стартовала. Давайте опять посмотрим 20-е годы. Ведь была достаточно серьезная политическая внутренняя позиция, которая тормозила реализацию, практическую реализацию задач индустриализации. Я имею в виду и Троцкого, и его сторонников троцкистов. Я имею в виду и Зиновьева, и Каменева, и их блок. Ну, эти разные комбинации назывались новой оппозицией, левой оппозицией и так далее, и так далее. Выражаясь современным языком, можно сказать, что это была пятая колонна, которая, безусловно, мешала реализации этих стратегических целей. Поэтому в 20-е годы произошел, выражаясь так, высоким штилем демонтаж этой пятой колонны. Была ликвидирована и левая оппозиция, и всякие прочие оппозиции. Троцкий был нейтрализован и, в конечном счете, выдворен за пределы нашей страны. И вот уже, когда сложились некоторые политические условия, после этого уже абстрактная задача индустриализации, она стала очень конкретной. И был сверстан первый пятилетний план, реализация которого началась в 29-м году. Это была первая пятилетка индустриализации. До начала Великой Отечественной войны, до 22 июня 41-го года, значит, было реализовано две с половиной пятилетки. Война оборвала реализацию третьего пятилетнего плана. Вот. Это был, конечно, грандиозный проект, но я сам преподаю, преподавал, учился, поэтому я прекрасно знаю содержание и советских учебников, и современных учебников. К сожалению, ни тогда, ни тем более сегодня не пишут о этом самом экономическом чуде. Довольно часто пишут про японское экономическое чудо, германское экономическое чудо, южнокорейское экономическое чудо. Вот там как раз особых чудес-то и нету, потому что, если глубоко копать, то мы понимаем, что это некие геополитические проекты, которые были инициированы и поддержаны мировой закулисой, как я говорю, хозяевами денег. А хозяева денег – это главные акционеры Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. Вот. Так что там особых чудес нет. Там всё рационально, там всё заточено на то, чтобы ослабить нашу страну, потому что вот все эти проекты, они реализовывались в условиях двухполярного мира, когда, собственно, Западу противостоял Советский Союз и его ближайшие союзники. Вот. А вот что касается экономического чуда в виде индустриализации, то, к сожалению, об этом очень мало у нас пишут, мало говорят, и, главное, очень поверхностно объясняют причины, источники этой индустриализации. Ну, чтобы не быть голословным, я могу сослаться на свою книгу. Я сейчас что-то забыл её захватить, она у меня там лежит в чемоданчике. Называется «Экономика Сталина». «Экономика Сталина», где я как раз даю критику современной литературы, в которой объясняют, что вот индустриализация проводилась за счёт таких источников, как коллективизация сельского хозяйства, в результате которой увеличилась товарность сельского хозяйства и появились дополнительные возможности для экспорта зерна. Зерно давало стране, мол, иностранную валюту, и за счёт этой иностранной валюты происходили закупки машин и оборудования, и с помощью этих машин и оборудования, собственно, строились новые предприятия. Ну, это такая расхожая формула, другая расхожая формула, что, мол, в стране были гулаги, и вот, значит, бесплатная рабочая сила использовалась для того, чтобы возводить эти объекты индустриализации. Но я вам должен сказать, что до начала Второй мировой войны, вернее, до начала Великой Отечественной войны, без малого было построено около 10 тысяч предприятий. Около 10 тысяч предприятий. Те, кто изучает экономику, знают, что, собственно, предприятие состоит из двух основных элементов. Это активные и пассивные элементы основных фондов. Пассивные элементы основных фондов – это коммуникации, это здания, а активные – это вот орудия, станки, средства производства. Будем так говорить, что половина основных фондов в годы индустриализации создавалась за счет внутренних ресурсов, в том числе за счет местных работников, в том числе и за счет бесплатной рабочей силы ГУЛАГа. Но не следует переоценивать эти ресурсы. На протяжении многих лет и десятилетий сочинялись разные мифы относительно ГУЛАГа. Я должен сказать, что в самые такие максимальные годы численность обитателей ГУЛАГов не превышал 1 миллиона. То есть по отношению к общей численности населения страны это было менее 1 процента. Полпроцента. Даже не полпроцента, а даже меньше, чем полпроцента. Вот. Поэтому говорить всерьез о том, что с помощью ГУЛАГа мы проводили индустриализацию, это несерьезно, и это, я бы сказал, даже бессовестно. Но, к сожалению, против нашей страны ведется информационная война. Естественно, в информационной войне все приемы хороши. Дезинформация и откровенный обман. Вот. Ну, тема ГУЛАГов – это особая тема. Если лучше говорить о ГУЛАГах, то, наверное, интереснее обсуждать американские реалии, потому что сегодня именно в Соединенных Штатах мы имеем феномен ГУЛАГов, если использовать эту аббревиатуру. Потому что в Соединенных Штатах на сегодняшний день, по их же данным, получили осуждение и сроки пребывания в тюрьме где-то около 6-7 миллионов человек. Вы спросите, а почему в цитадели мировой демократии такое количество осужденных? 6-7 миллионов. На всех даже не хватает тюрем. По их же данным, где-то в тюрьмах реально пребывает 2-2,5 миллиона человек. Дело в том, что американские тюрьмы в последние 10 лет превращаются в коммерческие предприятия. Если раньше за счет бюджета обитателей этих исправительных заведений кормили, то теперь они работают, они производят прибыль, и многие тюрьмы сегодня взяты в концессию частным капиталом. Ну, это особая тема, просто мы затронули тему ГУЛАГа, и я говорю, что не надо с больной головы переносить на здоровую. В этом смысле тема ГУЛАГа действительно интересна, но тогда давайте обсуждать американские реалии. Вот. По поводу тоже голодомора, очень была модная тема. Ну, давайте тогда проводить объективный сравнительный анализ. В США в Великой депрессии от голода умерло, по их же официальным данным, от 6 до 7 миллионов человек. И это в самой богатой стране мира. Вот. Ну, не будем сильно отклоняться, возвращаемся к индустриализации. Конечно, я не могу сказать, что вот и после написания своей книги у меня есть четкие ответы на все вопросы. Вы знаете, чудо оно и потому чудо, что оно не всегда рационально может быть объяснено, доказано и так далее. Ведь для проведения индустриализации, по моим оценкам, требовались деньги в тогдашних золотых рублях, где-то порядка 10-12 миллиардов золотых рублей. Таких ресурсов в России не было. Вот мы упоминали сельское хозяйство, упоминали экспорт зерна. Ну, годовой экспорт зерна, его можно найти в статистических сборниках. Ну, за счет годового экспорта зерна можно было закупить оборудование для одного объекта индустриализации, скажем, для Харьковского тракторного завода или, скажем, для Днепрогресса. А, как я сказал, таких объектов было построено почти 10 тысяч. Конечно, не все такого калибра, как Днепрогресс или Харьковский, или Челябинский металлургический завод. Но, тем не менее, вы догадываетесь, что нужны были какие-то дополнительные источники. Я не буду сейчас причислять все версии, но я хочу сказать, что наша история тем интересна, что пока мы не имеем готовых ответов на эти вопросы. Вот после того, как я написал свою книгу «Экономика Сталина», где я изложил около 10 версий источников финансирования, индустриализации, в интернете стали появляться разные новые версии, публикации. У меня уже целая коллекция таких версий. Многие из них, конечно, явно конспирологические, и их нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить. Но главное я хочу сказать, что индустриализация позволила действительно к 40-му году стать нашей стране экономически независимой. Экспортные и импортные квоты снизились до уровня 1-1,5%. Экспортные квоты – это отношение экспорта к общему объему производства страны. Импортные квоты – это отношение импорта к общему объему потребления данной страны. Понятно, что 1-1,5% – это уже, по сути дела, самодостаточная экономика. А главное, что мы сумели создать действительно мощный щит, создать военно-оборонный комплекс, который позволил нам на первых порах выстоять в сражениях с Гитлером, а затем и с 43-го года уже перейти в активное наступление. Да, конечно, в первые месяцы и даже в первый год Германия имела явный перевес по объемам производства многих видов промышленной продукции. Германия имела перевес по экономическому потенциалу, если его измерять такими показателями, как численность населения, численность занятых в экономике. Я уже оставляю за рамками нашего разговора такую серьезную проблему, как перемещение промышленных предприятий на восток страны. Несколько тысяч предприятий было перемещено в регион Поволжья, на Урал, в Западную Сибирь, в Среднюю Азию, в Казахстан. В истории человечества нет прецедента такого масштабного перемещения производительных сил. Вы понимаете, что ведь это демонтаж оборудования, причем тяжелого оборудования. Это погрузка, это транспортировка, это разгрузка, это доставка на площадку, это монтаж, это пусконаладочные работы, а плюс к этому перемещение рабочей силы и обеспечение рабочей силы членами семей минимальными жизненными условиями. Это просто грандиозно, и ни Германия такого перемещения производительных сил не проводила, ни наши союзники по Второй мировой войне. Кстати, я здесь позволю себе такое лирическое отступление. Сегодня довольно часто говорят вот союзники, союзники по Второй мировой войне, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания. Вы знаете, все-таки мы должны правильно использовать слова. Я понимаю, что там в дипломатии можно говорить наши партнеры, там еще какие-то такие политестные формулы, но для понимания сути надо все-таки использовать слова, которые раскрывают сущность явления. Они, конечно, не были нашими союзниками, и это очевидно. И опять-таки, если мы с вами обсуждаем экономическую проблематику, мы должны понять, что ведь тот же самый Гитлер не появился на пустом месте, он не выскочил, как черт из табакерки. Гитлера готовили. Возникает вопрос, а кто его готовил? А его готовили все те же англо-американские хозяева денег. Англо-американские хозяева денег – это, прежде всего, финансовые олигархи. В Соединенных Штатах – это главные акционеры Федеральной резервной системы. В Великобритании – это тоже своя олигархия, которая действовала и продолжает действовать через Банк Англии. Тот самый Банк Англии, который в свое время был перекуплен и выкуплен Натаном Ротшильдом после наполеоновских войн. Вот надо понимать всю эту интригу, и тогда многое станет на свои места. Дело в том, что Советская Россия выпала, будем так говорить, из общей геополитической картины мира, как ее понимали хозяева мира. На Генуэльской конференции в 2022 году Советская Россия категорически отказалась выполнять обязательства по довоенным и военным кредитам и займам. На Генуэльской конференции в 2022 году Советская делегация категорически отвергла притязание наших бывших союзников по Антанте по части государственной монополии внешней торговли. Мы сказали, что наша внешняя торговля будет развиваться на основе принципа государственной монополии. То есть уже после 2022 года стало понятным многое, и это было понятно не только нам, и мы из этого сделали правильные выводы и стали готовиться к индустриализации. Из этого сделал вывод и Запад, который стал еще более жестко душить Россию в тисках экономической и торговой блокады, одновременно готовить очередную военную интервенцию. Было много проектов военных интервенций против нашей страны. Почему они срывались, это другой вопрос. Но Дамоклов меч о вторжении противника на территорию России, он постоянно висел над нашей страной. И, безусловно, Сталин ближайшего окружения понимали, откуда исходит угроза. Именно в конце 20-х годов, когда уже мы сумели выкорчевать и троцкизм, и новую оппозицию, и всякие другие сорняки пятой колонны внутри страны, Запад стал готовить Германию для того, чтобы использовать ее в качестве тарана против нашей страны. Вот тогда в поле зрения хозяев денег попала фигура Адольфа Лоизыча Гитлера. Именно тогда уже возникли такие институты, как Банк международных расчетов, который формально вроде бы был создан для того, чтобы обеспечивать платежи репараций со стороны Германии в пользу победителей. А де-факто это был институт, через который деньги двигались в обратном направлении и Соединенных Штатов, и Великобританию в Германию. Фактически были попраны, подвергнуты ревизии условия Парижского мирного договора. Этот Парижский мирный договор, или Верскальский его еще называют, мирный договор, он предусматривал гемилитаризацию Германии уже с конца 20-х годов, еще до прихода Гитлера уже появляются признаки милитаризации германской экономики. Короче говоря, Запад вскармливал в Германии бульдога для того, чтобы этот бульдог набросился на советскую нашу страну и ее растерзал, поставил на колени. И Россия должна была стать частью мировой капиталистической системы, причем не в качестве равноправной страны, а в качестве полуколонии. Все это описано в работе «Майн камф» Адольфа Гитлера и других работах идеологов Третьего рейха. Я об этом говорить сейчас подробно не буду. И, собственно, и Сталину, и окружению Сталина было хорошо понятно, кто кормит этого бульдога, кто его натравливает. Но надо сказать, что наша дипломатия, она была на высоком уровне, и за несколько буквальных дней до начала Второй мировой войны, вы знаете, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Ну, тут есть некоторые спорные моменты, но будем считать, что это 1 сентября 1939 года. Был подписан так называемый протокол Молотова-Риббентропа. Ну, это на самом деле, конечно, неофициальное и неправильное название этого документа. Но, тем не менее, значит, это лишний раз доказывает, что мы сумели нейтрализовать усилия хозяев денег, и бульдог остановился буквально около границ нашей страны. Более того, бульдог развернулся в другую сторону, и в достаточно короткий срок он сумел захватить Париж, он сумел захватить пол Европы, остановился у Ла-Манша, и это был вопрос техники. Войска Третьего рейха могли в течение нескольких дней оккупировать Великобританию. Вот, собственно говоря, вся интрига начала Второй мировой войны. И сегодня достаточно странно, конечно, слышать, когда мы эти страны называем нашими союзниками. Это были, конечно, союзники, но очень временные союзники. Они были настолько временными союзниками, что уже через несколько дней после 9 мая президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн, который пришел на смену президенту Франклину Рузвельту, который ушел из жизни в апреле 45-го года, а вернее его ушли из жизни в апреле 45-го года. Вот, уже через несколько дней после 9 мая Гарри Трумэн стал делать такие заявления, которые показали, что Америка уже перестала даже казаться быть нашим союзником. И уже такие события, как, скажем, взрыв атомной бомбы в Хиросиме и в Нагасахе, это был явный сигнал Советскому Союзу, что мы, ребята, с вами то же самое можем сделать, если вы будете плыть против течения. Я специально обращаюсь к молодежи для того, чтобы вы правильно понимали, правильно ориентировались в нынешнем мире и понимали, кто союзник нашей страны, а кто временный попутчик, а кто является нашим цивилизационным противником. Запад в этом смысле – это наш цивилизационный противник. Вот я тоже не захватил книгу. Моя последняя книга называется «Россия и Запад в 20 веке. Экономическое противостояние и сосуществование». Максимум, на что мы можем рассчитывать – это на экономическое сосуществование. Если мы недостаточно сильны, то, естественно, начинается экономическое противостояние с попытками это экономическое противостояние перевести в теплую и даже горячую фазу. Это, собственно говоря, некая константа, и это некий, будем так говорить, медицинский факт, который существует уже на протяжении многих веков. И мы можем, конечно, рассматривать этот тезис на примере событий 20 века, а можем, скажем, даже вспомнить благоверного князя Александра Невского, который бил тевтонов. Это уже проявление вот этого самого цивилизационного противостояния. И всякие слова насчет того, что мы можем как-то интегрироваться, о том, что мы можем как-то осуществить какую-то конвергенцию – это совершенно нереально. Это нереально. Для того, чтобы понять это, надо понимать, что такое цивилизация. Цивилизации не смешиваются. Это основа учения о культурно-исторических типах русского мыслителя Николая Яковлевича Данилевского, Константина Леонтьева. А отнюдь, кстати говоря, не Тойнбе и не Шпенглера, как это пишется в наших российских учебниках. Вообще наши российские учебники, между ними говоря, они часто попахивают такой откровенной русофобией. Поэтому я призываю молодежь все-таки очень осторожно относиться к учебникам и понимать, что эти учебники несут действительно много такого яда злости, русофобии. И, ну, в общем, надо как-то вот уметь различать духов злобы и духов добра. Вот. Наш такой сложный современный мир, и как раз вот накануне Дня Победы очень важно нам поговорить о вот этих вечных категориях добра и зла, противостоянии света и тьмы. И вот, может быть, даже на примере экономики, экономики Победы. Ну, мне хотелось бы сказать, что вот та самая модель, которая сложилась в 30-е годы, ее можно назвать сталинской моделью. Сталинская модель – это не синоним советской модели экономики. Советский Союз существовал около 70 лет. За эти 70 лет экономика нашей страны, она потерпевала несколько раз серьезные изменения, метаморфозы. Ну, для начала можно сказать, что это был период военного коммунизма, который длился до 21-го года. Дальше – это период так называемой новой экономической политики, НЭП. Этот период длился с 21-го примерно до 29-го года, хотя некоторые элементы этой модели стали исчезать еще раньше, а некоторые уже исчезли в начале 30-х годов. Так что хронологические рамки, они достаточно условны. Дальше – это, собственно, период сталинской модели экономики. И я определяю хронологические рамки сталинской модели экономики. 29-й год – середина 50-х годов, максимум конец 50-х годов. Условно я определяю конец этого периода 20-м съездом партии, на котором, как вы знаете, выступал на закрытом заседании Никита Сергеевич Хрущев своим докладом, нацеленным на развенчание культа личности Сталина. Фактически, это было не только и не столько развенчание культа личности Сталина, сколько это, будем говорить, некая такая артподготовка для того, чтобы начинать перестройку нашей экономики. О том, как перестраивал Никита Сергеевич нашу экономику, это, наверное, и одной лекции не хватит. В общем, он поэкспериментировал достаточно, он сумел внести, будем так говорить, серьезные… ну, серьезно нарушил целостность этой системы экономики. До конца он ее, конечно, не разрушил, но нанес ей серьезные повреждения. Дальше это экономические реформы, которые мы называем реформами Косыгина 60-е годы. Я в то время учился в школе и помню, на уроках обществоведия мы обсуждали, значит, суть этих экономических реформ. Тогда, конечно, я до конца не понимал то, что нам учитель рассказывал, то, что мы сами говорили на уроках. Ну, на самом деле, это, конечно, был тоже серьезный вклад в разрушение сталинской модели экономики. И правильнее называть даже эту реформу не реформу Косыгина, а реформу Либермана Косыгина, потому что идеологом этой реформы был Либерман. А Косыгин лишь озвучивал тезисы этой самой реформы. Ну, а дальше период застоя, период Горбачевской перестройки. Ну, это уже окончательное разрушение этой модели. Поэтому вот где-то период 25, максимум 30 лет, это период существования сталинской модели экономики. К сожалению, в учебниках для студентов об этой сталинской модели экономики говорится очень лаконично. Иногда буквально одним абзацем, иногда одной страницей. И именно это меня подвигло на написание книги под названием «Экономика Сталина». Эта книга вышла в 2014 году в издательстве Института русской цивилизации. Ну, а Институт русской цивилизации свои книги выкладывает в электронном виде на своем сайте. Так что в интернете вы, по крайней мере, в электронном виде можете познакомиться с моей книгой и таким образом узнать, что такое модель сталинской экономики. Я бы так сказал, что, конечно, важнейшими признаками сталинской экономики является, как это ни парадоксально, правильное понимание места и роли экономики в общественной жизни. Экономика никогда не может быть конечной целью развития общества. Общество должно быть какая-то высшая национальная идея, национальная цель. Вот, опять-таки, я вспоминаю, я был школьником, я вспоминаю 22-й съезд партии, на котором принималась программа партии, программа партии, которая ставила своей целью построение коммунизма в Советском Союзе к 80-му году. Ну и вот, фактически, это были такие материалистические идеалы советского общества. Когда материальные цели, они оказываются высшими, то тогда начинается разложение общества. Это аксиома. Вот вы, может быть, изучаете экономику, но, к сожалению, большинство студентов, поверьте мне, я уже 40 лет преподаю, большинство студентов не очень хорошо понимает, а какое место, какую роль занимает экономика вообще в обществе. Если экономика начинает доминировать, то люди начинают проникаться некими материалистическими целями. Материалистические цели, они разъединяют общество, они вносят деструктивное начало в это общество. Вот даже на примере той же самой третьей программы партии, которая, значит, обещала всем людям некое материальное изобилие, люди стали принимать примерно так. Вот в 80-м году будут открыты все магазины, мы можем заходить, выбирать все, что нам надо, от каждого по способностям, к каждому по потребностям. То есть у людей вот этот потребительский дуг начал распаляться, разгораться, и многие стали так рассуждать, зачем же нам ждать 80-го года. Я у себя на своем рабочем месте могу сделать это светлое будущее уже в 70-м году, или даже в 65-м году. И я не буду сейчас описывать, что происходило в нашем обществе, но это было медленное разложение, его называют периодом застоя, и когда говорят, что Советский Союз погиб в результате того, что у него была неэффективная экономика, это ложь. Я занимался экономическими сопоставлениями в советское время, советской экономики, американской экономики. Наша экономика была более динамичной, более эффективной. Вот. И если произошел распад Советского Союза, зато причины неэкономические. Или будем так говорить экономические, но они на клеточном уровне. Они на клеточном уровне. Вы знаете, вот хороший врач, он, вернее, плохой врач, если вы приходите и говорите, у меня рука болит, ну вот он посмотрит на вашу руку, и все. Или у вас нога болит. А хороший врач, он назначит какие-то анализы, какие-то, может быть, исследования, может быть, выявит какие-то нарушения у вас на клеточном уровне. В экономике то же самое. К сожалению, не видели мутаций, которые происходили на клеточном уровне. Вот, когда мы изучали политическую экономию, нам часто говорили преподаватели, цитируя Маркса, что клеточкой экономики является товар. Ну, это, конечно, не так. Клеточкой экономики является человек. И если какие прошли у нас проблемы, они действительно пошли, это мутация вот этой самой клеточки, человек. Вы знаете, вот в медицине есть такое явление, онкология, значит, происходят какие-то мутации в человеческом организме на уровне отдельной клеточки. Вообще экономику можно сравнивать и нужно сравнивать с человеческим организмом, потому что в здоровом организме происходят нормальные процессы метаболизма. Вот стройный, потянутый молодой человек, это вот признак того, что у него нормальные обменные процессы. Обменные процессы в экономике – это движение товаров в одну сторону, движение денег в другую сторону. Если происходят какие-то отклонения, то, соответственно, нарушается вот это движение товаров и денег. И вот в живом организме, клеточки ведь это некая цепочка, да, некая цепочка, и по этой цепочке питательные вещества и энергии передаются по всему организму. Каждая клеточка, она себя берет там из этого потока энергии, из этого потока вещества, предположим, там одну десятую, одну тысячную, и остальное передает, как говорится, по эстафете. А какая-то клеточка начинает давать сбои. Она забирает себе 99% и ничего дальше не передает. Начинается онкологический процесс. Вот современная модель, если все называть своими именами, то это модель капитализма. А модель капитализма, она как раз и характерна тем, что клетки начинают бастовать. Клетки начинают нарушать этот процесс метаболизма, начинаются метастазы. Ну а если процесс заходит слишком далеко, ну тут уже требуется и оперативное какое-то вмешательство. Я специально это говорю, чтобы вы лучше понимали различия между сегодняшней экономической моделью и той моделью, которую мы называем моделью сталинской экономики. Вот там вот действительно были правильные процессы обмена веществ. Вот. Ну если так более формально подходить, то, конечно, признаком сталинской экономики является ее способность обеспечивать мобилизацию ресурсов. Рыночная экономика не в состоянии обеспечить такой мобилизации. Достаточно посмотреть, значит, на состояние экономик Франции, Великобритании в годы Второй мировой войны. Это были рыночные модели экономики. Они такой мобилизации обеспечить не смогли. Даже германская экономика, которая имела достаточно высокий уровень мобилизации, она отставала от советской экономики. Я уже называл цифры, что в расчете на 1 миллиард киловатт часов, в расчете на 1 миллион тонн стали, в расчете на тысячу металлорирующих станков и другие элементы производственного потенциала мы производили в несколько раз больше конечной военной продукции. Это вот к вопросу о мобилизационном характере нашей экономики. А наша экономика, она обречена быть мобилизационной, потому что Запад постоянно пытался, пытается и будет пытаться ставить нашу страну на колени. И в этом смысле я всегда вспоминаю слова императора Александра Третьего, который говорил, что у России нет других союзников, кроме армии и флота. Вот эти два союзника. Если мы не будем полагаться на этих союзников, то тогда мы обречены кормить чужую армию. А чужая армия, она, естественно, приходит не для того, чтобы защищать этот народ, а для того, чтобы ставить его на колени. По крайней мере, в 30-е годы советский народ это уже прекрасно понимал. Я, конечно, не идеализирую события, которые происходили в 30-е годы. Я поднимал многие документы. Я видел, что первые два года, первые пятилетки, они дались нам очень тяжело. Люди действительно не понимали, куда их мобилизуют, зачем их мобилизуют. Потом уже появилось понимание, появился энтузиазм, появилось стахановское движение, появилось социалистическое соревнование. Было уже любому, даже не очень грамотному человеку, понятно, что отечество в опасности. И поэтому моральные стимулы, они были, по крайней мере, не менее весомые, чем материальные стимулы труда. Вот это очень важно понимать. Сегодня, к сожалению, что такое моральные стимулы труда, молодому поколению очень сложно объяснить. Многие вещи, которые нам были понятны, очевидны, и их даже не обсуждали на занятиях, потому что мы из реальной жизни все это видели. Сегодня, к сожалению, даже на пальцах, даже на каких-то примерах, это бывает крайне сложно объяснить. Дальше. Конечно, само собой разумеется, что вот эта модель экономики, она предполагала господство государственной формы собственности в отношении отраслей, имеющих стратегическое значение. Понятно, что если бы это были частные предприятия, то эти частные предприятия не могли бы и не хотели бы обеспечивать мобилизацию экономики. Опять-таки, давайте посмотрим на пример собственной страны. Россия в Первую мировую войну вошла экономически славоподготовленной. Предприятия, которые обеспечивали производство боеприпасов, оружия, снаряжения, они в своей массе были не казенными, а они были частными. Понимаете, нельзя служить Богу и Мамоне, нельзя работать одновременно на наращивание своей прибыли и обеспечение обороноспособности страны. По сути дела, для частного предпринимателя даже в условиях войны цель максимизации прибыли оказывается выше цели обеспечения безопасности того государства, гражданином которого является этот предприниматель. Это не просто абстрактные слова, это когда поднимаешь архивы и смотришь, какую позицию занимал российский предприниматель, который на словах был патриотом, но при этом он хотел на этой войне наживаться. И уже где-то в 2016 году начался процесс перевода частных предприятий в статус казенных предприятий. Они стали работать гораздо более эффективно. Каждая единица боеприпасов, каждая единица оружия стала обходиться казне в два-три раза дешевле, чем если бы они производились в частном секторе. Но это понятно любому здравомыслящему человеку. Я этот тезис дальше развивать не буду. Очень важным признаком, элементом этой модели является, конечно, плановый характер экономики. Понятно, что без долгосрочного плана сложно действительно создавать целостный, единый народно-хозяйственный комплекс. Комплекс, набор отраслей, которые между собой связаны технологически, товарными поставками и так далее, и так далее. И вот эти планы, они составлялись на основе межотраслевых балансов. К сожалению, вот я работаю со студентами, студенты с трудом понимают, что такое межотраслевой баланс. А мы, по-моему, студентами изучали этот межотраслевой баланс. И вроде все было понятно. Вот, так что сегодня тоже иногда наши государственные мужи употребляют слово план. Ну, например, господин Улюкаев, министр экономического развития, иногда использует слово план, правда, при этом говорит индикативный план. Ну, мне не совсем понятно, что такое индикативный план. Потому что в сталинской модели экономики, да и вообще в Советском Союзе, план – это был закон. И понятно, что нарушение закона влекло за собой определенные юридические последствия, которые там фиксировались либо административным кодексом, либо даже уголовным кодексом. То есть это все было серьезно. А индикативный план, ну, это некие ориентировки. Ориентировки для частного капитала, для того, чтобы он при прочих равных мог выбрать этот вариант, а не другой вариант. Понятно, что при индикативном планировании может быть недолет, может быть перелет. И, конечно, это не планирование, а это пародия на планирование. Более того, если внимательно разбираться, то в Министерстве экономического развития нету даже индикативного планирования. Это просто-напросто прогнозирование. Прогнозирование с учетом изменения там цен на черное золото на мировом рынке, с учетом изменения валютного курса рубля и так далее, и так далее. Поэтому я даже своим студентам как-то дал задание на следующее семинарское занятие ответить на простой вопрос. Чем занимается Министерство экономического развития? Какие конкретные функции выполняет это ведомство? Студенты пришли и сказали, мы не нашли ничего конкретного. Я говорю, правильно, потому что Министерство экономического развития занимается вербальными интервенциями. Вербальные интервенции, то есть это сеансы коллективного такого психотерапевтического воздействия на аудиторию. Или можно сказать, что занимается прогнозированием. Я говорю, можно назвать, наверное, Министерство экономического развития, это Министерство экономической астрологии. Потому что господин Улюкаев очень любит порассуждать о том, как могут измениться цены на черное золото на мировом рынке. И, соответственно, как правило, он всегда старается в свои прогнозы внести ноту оптимизма, что есть вероятность того, что цены начнут расти. Ну, я не знаю, по-моему, лучше господину Улюкаеву переквалифицироваться психотерапевтой или, я не знаю, там, психоаналитиков. Но явно, что он очень далек от экономики, да и даже непонятно, чем занимается его ведомство. По-моему, сотрудники сидят и составляют вот эти самые астрологические прогнозы. Вот, дальше. Конечно, это сверхцентрализация управления. Я продолжаю описывать модель сталинской экономики. Ну, если говорить про военный период, то вы, наверное, слышали, что одним из высших органов государственного управления был Государственный комитет обороны. Формально ГКО как бы управлял страной не только экономикой, но я посмотрел некоторые материалы, некоторые документы. За годы войны ГКО где-то выдал почти 10 тысяч решений, из них примерно две трети всех решений касались экономики. Ну, руководителем ГКО был Сталин и ближайшие его соратники Молотов, Каганович, Микоян и так далее. Ну, некий аналог такого высшего органа был и в Германии. Это называлось управление по четырехлетнему плану. В Германии были планы, но надо сказать, что там были четырехлетние планы, у нас были пятилетние планы. И потом, там планы не были настолько жесткими, они не имели статус закона, как это было в Советском Союзе. Поэтому, конечно, централизация управления в Советском Союзе была гораздо более высокая, чем в Германии периода Третьего Рейха. Конечно, обсуждая вопрос экономики Победы, нельзя не вспомнить про тыл вооруженных сил, потому что тыл вооруженных сил – это фактически некое связующее звено между экономикой и вооруженными силами Советского Союза. Ну, на эту тему написаны книги, и я не буду сейчас вам рассказывать про экономику тыла. Очень важным элементом этой системы является, конечно, крепкая финансовая система. Я вынужден об этом говорить по той причине, что сегодня очень много разных, совершенно сумасшедших предложений и идей о том, как нам реформировать нашу экономику. Ну, например, идея того, что давайте мы будем продавать нефть, природный газ, другие природные ресурсы за рубли. Давайте сделаем рубль международной валютой. Вы знаете, конечно, Россия в 2015 году имеет очень скромные позиции в мировой экономике. Ни в какое сравнение не идет позиция Советского Союза в начале 50-х годов. Некоторые наши торговые партнеры, ну, например, Иран, Афганистан, предлагали Сталину, давайте мы будем у вас покупать товары за рубли, ну, соответственно, мы вам будем поставлять, вы будете нам платить рубли, а мы на эти рубли будем у вас покупать, то, другое, третье. Сталин сказал, нет, мы не хотим использовать рубль в качестве международной валюты, в качестве средства международных расчетов. Сталин неплохо знал историю, Сталин неплохо знал экономическую историю. Он помнил уроки 19 века, и я тут вынужден сделать небольшой экспорс в историю 19 века. Мы часто вспоминаем Александра II, называя его освободителем. У нас имя этого императора ассоциируется с освобождением крепостных крестьян. Ну, надо сказать, что Александр II осуществлял реформу не только в аграрной сфере, не только в части, значит, изменения статуса крестьян. Это были и реформы судебной системы, это и финансовая система реформировалась, это и система образования реформировалась. Но в данном случае я хотел бы акцентировать внимание на реформах Александра II в сфере финансов. Это очень такая широкая тема. Я не уверен, что вам читали лекции о финансовой реформе Александра II. Заглядывайте на сайт Русского экономического общества, по им я руковожу. Можете найти там некоторые интересные материалы из истории нашей страны. Там в нашей экономической истории есть и позитивные примеры, есть и негативные примеры. Негативные примеры тоже надо знать, потому что, как я говорю, история, это история того, как каждому новому поколению лукавый пытается под ноги подбросить те же самые грабли, которые он подбрасывал предыдущим поколениям. Вот. И для того, чтобы вот эти грабли сработали, надо, чтобы было выбито поколение молодых людей, которое бы не знало своей истории. Так вот, возвращаясь к финансовым реформам Александра II, мне хотелось сказать, что он ввел конвертируемость российского рубля. Конвертируемость российского рубля привела к тому, что рубль стал гулять по всей Европе. Рублем стали спекулировать на берлинской, лондонской, парижской и прочих биржах. Рубль стал крайне неустойчивой валютой. Ну и тут опять появились услужливые консультанты западные, которые стали нашептывать нашим министрам финансов, а вы дальше продолжаете реформы. То есть фактически подталкивали нас к этой самой пропасти. А вы сделаете рубль золотым. Вы знаете, сегодня большое количество публикаций, где авторы ностальгируют о золотом рубле. Вы знаете, что золотой рубль был введен в 1897 году. Автором этой реформы является Сергей Ильич Витте, министр финансов. Безусловно, что реформу готовили его предшественники, министр финансов Бунге, Вышнеградский. А Витте, он действительно тут уже проставился тем, что он сумел продавить эту реформу. И, казалось бы, здорово, рубль стал твердым. Но колебания рубля исчезли. Ну, золотая валюта. Золото, оно и в Африке золото, сами понимаете. Но дело в том, что надо же поддерживать золотой запас, для того, чтобы рубль был золотым. Не надо понимать буквально, что в России после 1897 года все стали носить в карманы золотые монеты. Нет, знаки денежные были по-прежнему бумажными. Но на каждом знаке было написано, что обеспечен таким-то количеством золота, и казначейство обеспечивает размен золота по первому требованию. А для того, чтобы выполнять эти обязательства, надо иметь золотой запас. А чтобы иметь золотой запас, надо иметь положительный сальдо платежного баланса. А чтобы иметь положительный сальдо платежного баланса по текущим операциям, надо форсировать экспорт. Вот и предшественник Сергей Ильич Вита, вышнеградский, говорил, лучше не доедим, а вывезем. Помните такая фраза? Не доедим, да вывезем. А зачем вывезем? Вывезем зерно и накопим золото. Пусть мы будем голодными. Нация, кстати говоря, стала хереть физически после введения золотого рубля. Это медицинский факт. Но зато золотой запас был, понимаете? Был золотой запас, и этот золотой запас обеспечивался не только экспортом зерна, но и многими другими вещами. Ну какой тут еще способ обеспечения золотого рубля? Такой способ, как, скажем, увеличение добычи золота. У нас добыча золота велась в основном на Дальнем Востоке, в Забайкалье. Процветала контрабанда золота. Золото через Китай, Манчжурию уходило в Гонконг. А Гонконг это уже сфера влияния Ротшильдов. А через Гонконг это золото уходило в Лондон. В Лондоне оно пополнялось сейфы лондонского банка Ротшильдов. И тот же самый банк Ротшильдов потом нам это золото давал в виде кредитов. Вот так вот. Ну и наконец третье, это вот как раз я и сказал, золотые кредиты Ротшильдов. Вот дистанция между 1897 годом и 1917 годом. 20 лет. А по сути дела, вот, введение золотого рубля программировало события 1917 года. Накануне Первой мировой войны Россия занимала по многим видам промышленной продукции и сельскохозяйственной продукции. Третье, четвертое, пятое, шестое места. Но по одному показателю Россия занимала первое место в мире. Вы догадываетесь по какому? По величине внешнего долга. По величине внешнего долга. Я отнюдь не разделяю восторги и тех, кто там, скажем, ходит по музею Ленина и говорит о гениальности и человечности этого человека. Но надо сказать, что он был хороший политик и в этом смысле он правильно поступил, когда инициировал в начале 1918 года, по-моему, это указ от 6 января, об аннулировании внешних долгов, которые достали советской власти от царского и временного правительства. Это, собственно говоря, вызвало такую бурную реакцию со стороны Запада, который не применил вести морскую и торговую блокаду. Вот небольшой такой экскурс в сторону финансов, для того, чтобы объяснить, как была устроена сталинская модель экономики. Сталинская модель экономики была устроена таким образом, что рубль, который обращался внутри страны, он не выходил за пределы страны. Существовала государственная валютная монополия. Мы использовали валюту, мы использовали золото для внешних расчетов, но никогда не использовали рубль. Вот, государственная монополия внешней торговли – это как бы одна сторона медали, другая сторона медали – это государственная монополия внешней торговли. Вы знаете, когда в конце 80-х, в начале 90-х годов начала рушиться государственная монополия внешней торговли, В стране началось какое-то безумие, все стали выходить на внешний рынок. Понимаете, я вот 45 лет назад кончал институт по специальности, кстати, экономика внешней торговли. Мы все прекрасно понимали, что такое государственное монополие внешней торговли. Это государственное монополие внешней торговли осуществлялось Министерством внешней торговли. И было 50 всесоюзных внешнеторговых объединений. Эти объединения в основном специализировались по той или иной товарной номенклатуре. Ну, например, экспорт, нефть, трактор, экспорт и так далее, и так далее. Были импортные объединения, были некоторые объединения со страновой специализацией, например, Восток Инторг. Ну, вот, собственно, вся эта система, она обеспечивала то, что мы были конкурентоспособны на мировом рынке. Понимаете, мировой рынок – это некий океан, его можно сравнить с неким океаном, по которым плавают крупные крейсеры, эсминцы, боевые корабли. И вот, когда ликвидируется государственная монополия внешней торговли, то на каких-то шхунах, на каких-то лодках, на каких-то каноэ выплывает куча мелких предпринимателей. Безусловно, что всё это кончается очень плачевно. Я не буду описывать, значит, те печальные события и последствия, которые были связаны с развалом государственной валютной монополии. Тем более, что не один год, 20-е годы потребовалось на то, чтобы обеспечить выстраивание этой системы государственной монополии внешней торговли. Ну а если мы говорим о государственной монополии внешней торговли, значит, нужна и государственная валютная монополия. Дальше, если уж говорить про государственную монополию, то вполне очевидная вещь, что банковская система, она тоже должна быть государственной. То есть принцип государственной банковской монополии. И когда меня спрашивают, Валентин Юрьевич, ну а вот сегодня у нас там в России около 800 банков, у которых ещё не отобрали лицензии. Сколько должно банков остаться для того, чтобы у нас была оптимальная, будем так говорить, банковская система? Ну, я говорю, вы знаете, нам необходимо три банка. Всё остальное от Лукавого. В сталинской модели было три основополагающих банка. Это государственный банк, который выполнял функции эмиссионного центра, то есть имитировал законные платёжные средства. Это внешторгбанк, банк для внешней торговли, который обеспечивал реализацию принципа государственной валютной монополии. И третий банк – это промстройбанк, который осуществлял финансирование инвестиций в народное хозяйство. И по численности штата третий банк был самый крупный. У него существовали тысячи филиалов и отделений по всей территории страны, поскольку стройки, объекты создавались от Тихого океана до Балтийского моря, от Северного ледового океана до Кушки. Поэтому это был очень мощный банк, который даже, строго говоря, и банком нельзя назвать, потому что через этот банк пропускались бюджетные сигнования на финансирование капитальных вложений. И некоторое время даже государственный вот этот банк, промстройбанк, он находился в системе Министерства финансов. Ну, еще вспоминают сберегательные кассы. Сберегательные кассы находились не в системе Госбанка, они находились в системе Министерства финансов. Вот так некоторые штришки для того, чтобы вы лучше понимали, как была устроена там модель. Хотя вы, понятно, сейчас не понимаете, потому что тут была очень жесткая логика, и одно тянуло за собой другое. И, скажем, брать из той сталинской модели экономики отдельные элементы, это все равно, что, знаете, обезьяничать, посмотреть на автомобиль и взять, скажем, из всей конструкции автомобиля только карбюратор. Ну и что, вы поставите карбюратор на свой велосипед, предположим, а дальше что? То есть это смешно и глупо одновременно. То есть, если мы хотим создавать эффективную экономику, нам надо воспроизводить всю конструкцию, а не брать отдельные элементы. Дальше, конечно, хотелось бы сказать, что внутреннее денежное обращение, оно тоже очень было грамотно сконструировано. Была двухконтурная система денежного обращения. Было безналичное денежное обращение и было наличное денежное обращение. Безналичное денежное обращение обеспечивало движение инвестиционных товаров, я имею в виду, значит, машины, оборудование, промышленное строительство. То есть это вот как раз средство производства. А наличное обращение денежное – это вот наличные денежные знаки. В основном это, значит, те денежные знаки, которые люди получали в виде заработной платы, пенсии, стипендий. И, соответственно, эти наличные денежные знаки обращались в системе розничной торговли. Оптовая торговля – это уже тоже безналичные были денежные расчеты. Вот. И между этими двумя контурами безналичного и наличного денежного обращения был очень маленький краник. Практически эти два контура между собой почти никак не сообщались. А вот уже в конце 80-х годов этот кран был открыт, и из контура безналичного денежного обращения деньги потекли в контур наличного денежного обращения, и началась бешеная инфляция. Вот. Я говорю только как бы о таких вот неживых элементах этой системы. Но все-таки главным элементом этой системы был человек. И тут важным принципом этой сталинской модели экономики было то, что допускались только трудовые доходы. Трудовые доходы. Я помню, когда я учился, то мы в разделе «Критика буржуазных и ревизионистских теорий» рассматривали теорию факторов производства. Где, значит, действительно говорилось о том, что владелец каждого фактора производства имеет право на свою часть произведенного общественного продукта. То есть, фактически, это было идеологическое обоснование того, что, скажем, владелец капитала может получать часть общественного продукта в виде судного процента, в виде дивиденда, в виде прибыли. А владелец природного ресурса может получать свою часть общественного пирога в виде ренты. Нет, только трудовые доходы и ничего другого. Только трудовые доходы и ничего другого. Вот. Надо сказать, что то, что я вам описываю, конечно, это далеко не все признаки и элементы сталинской модели экономики. Просто я смотрю уже на часы, и надо закругляться. Меня спрашивают, ну и что, мы можем сегодня перейти к этой модели сталинской экономики? Пока скажу нет. Пока скажу нет, потому что нету пока политических условий. Помните, мы говорили в 20-е годы? Ликвидация пятой колонны в лице троцкизма, в лице разного рода оппозиций. Сегодня мы имеем такие оппозиции, имеем такие пятые колонны. Она даже не одна, их много. Вот. Мы пока не готовы морально к этому. Человек не очень понимает, что такое, скажем, действительно по-настоящему трудиться. Вот. Я даже вспоминаю, когда мы были студентами, как-то ни у кого не вызывало вопроса, скажем, что надо ехать в студенческий строительный отряд летом. Или, скажем, вот я учился-то, в общем-то, в достаточно привилегированном ВУЗе, ВУЗе, в котором учились дети членов ЦК, даже членов политбюро, министров и так далее. Ну, ни у кого не возникал вопрос, что, скажем, весь октябрь все уезжали в деревню на уборку картошки. То есть, вот этот вот элемент трудового воспитания, он был обязателен. И даже человек, который был запрограммирован на какую-то карьеру, он прекрасно понимал, что такое физический труд, что такое действительно вознаграждение за свой труд. И, в общем, кстати говоря, даже в школе было производственное обучение. Было производственное обучение. Сегодня даже преподаватели и директора школ не очень понимают, что такое производственное обучение. А вот у меня мама работала в школе, она была заучим как раз именно по части производственного обучения. То есть школьники старших классов ходили на завод. Они не просто ходили на завод, на экскурсию, они даже получали какие-то навыки производственного обучения, работая на станках. Я, например, работал в таксопарке, занимался ремонтом карбюраторов и стартеров на такси, по-моему, 4-й таксомоторный парк Москвы. К сожалению, вот все это уходит и, конечно, сегодня мы к этому не готовы. Но я хочу сказать, что, тем не менее, все равно какие-то чрезвычайные шаги или меры чрезвычайного характера, они сегодня необходимы. Они необходимы по той простой причине, что враг давит, враг наступает и мы должны держать оборону. И скорее вот те мои предложения, которые я сейчас сформулирую, они адресованы не простому человеку, они адресованы нашему руководству. Мне иногда в разных аудиториях задают вопрос. Вот, Валентин Юрьевич, если бы вы были президентом, вы бы какую программу предложили бы, с чего бы вы начали? Я говорю, я, прежде всего, начал бы с того, что вот лежит на поверхности и то, что можно реализовать в течение нескольких месяцев. Первое в моей программе – это немедленный выход России из Всемирной торговой организации. Ну, я не знаю, в курсе вы или нет, как нас за уши тащили в эту Всемирную торговую организацию, где никаких пряников мы не получали по определению, но зато открывали свой рынок и окончательно огробили своего национального товаропроизводителя. Сегодня ситуация изменилась. Сегодня против нашей страны ведутся экономические санкции. Эти экономические санкции нелегитимны, строго говоря, потому что они не санкционированы Совбезом ООН. Эти санкции инициированы двумя странами. В первую очередь Соединенными Штатами, во вторую очередь Великобританией. И именно эти две страны, они были закоперчиками в создании Всемирной торговой организации. Но ВТО – это новая вывеска, а в 1947 году, когда эта организация создавалась, она называлась ГАД – Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Официально в уставе ВТО записана либерализация торговли, снятие любых барьеров международной торговли. И что мы видим? Главные, будем так говорить, закоперчики ВТО и главные, будем так говорить, акционеры этой организации, Соединенные Штаты и Великобритании, они фактически нарушают основополагающий принцип ВТО. Экономические санкции – это как раз и есть выставление барьеров международной торговли. Где-то в одном из документов ООН по состоянию начала нулевых годов, значит, экономические санкции действовали в отношении стран, в которых проживало 52% населения Земли. Какая же либерализация торговли? Ну, у меня нет более свежих оценок, но думаю, что те или иные санкции точно захватывают половину населения планеты. И инициаторами всего этого являются именно Соединенные Штаты и Великобритания. То есть, мое предложение конкретное – поставить вопрос ВТО относительно грубейших нарушений со стороны Соединенных Штатов и Великобритании, основополагающих принципов Устава Всемирной торговой организации. Понятно, что, скорее всего, Соединенные Штаты не будут реагировать на подобного рода инициативы, резолюции, потребуют тогда их исключения из ВТО. Понятно, что и это требование не будет реализовано. Я просто объясняю, как действовала советская дипломатия. Она использовала все возможности и политического, и экономического, и военного давления для наших геополитических противников. А дальше уже у нас и юридические, и моральные основания для того, чтобы хлопнуть дверью и выйти из этой поганой организации под названием ВТО. Я говорю поганой, потому что еще, будучи студентом, я писал дипломную работу как раз по генеральному соглашению по тарифам и торговле. Я как специалист в этой области могу смело использовать эти ненаучные эпитеты. Так, дальше. Что мне хотелось бы сказать? Следующий пункт моей программы – это ведение ограничений запретов на трансграничное движение капитала. Вот в декабре прошлого года произошел обвал рубля. Мы все прекрасно понимаем, каковы причины этого обвала, механизмы этого обвала. Нам на уши вешают лапшу по поводу того, что причиной обвала стало снижение цен на черное золото. Вы знаете, как всегда, вот эти манипуляторы, бойцы информационного фронта, они все время нас переводят на какие-то ложные цели. Цены на черное золото никак не могли повлиять на способность Центрального банка поддерживать валютный курс национальной денежной единицы. Россия накопила громадные золотовалютные резервы. И, кстати говоря, у этих золотовалютных резервов нет иной функции, иного предназначения, как поддержание валютного курса рубля. Этими золотовалютными резервами мы формально, до юра, не можем даже пользоваться для того, чтобы, скажем, осуществлять закупки машин и оборудования на внешнем рынке и проводить индустриализацию. Это особый разговор. Центральный банк практически подготовил этот обвал рубля. И я могу смело говорить, что Центральный банк Российской Федерации – это филиал Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, который действует в отношении своей штаб-квартиры, в отношении своей материнской структуры. Фактически, Центральный банк в самый неподходящий момент объявил о том, что он в ближайшее время перейдет к свободному плаванию рубля. Дальше они несколько раз объявляли о том, что они прекращают валютные интервенции. И дальше они били себя в грудь и говорили, что ни в коем случае они не будут инициировать введение ограничений, запретов на трансграничное движение капитала. А в прошлом году из России утекло более 150 миллиардов долларов. Вы прекрасно знаете основы макроэкономики, понимаете, что если возникает большой дефицит по текущим операциям платежного баланса, то это неизбежно ведет к падению курса рубля. Ну а если еще тут подыграют спекулянты, а спекулянты – это рядовые вот этой самой необъявленной валютной войны. Не надо думать, что спекулянты – это вот, конечно, какой-то мелкий спекулянт на рынке Форекс. Это действительно неорганизованный человек, не интегрированный в какие-то военные подразделения. А крупные спекулянты типа Джорджа Сауфса, конечно, это, будем так говорить, бойцы невидимого фронта, бойцы, которые обеспечивают выполнение команд хозяев денег, то есть главных акционеров Федеральной резервной системы. Так что введение ограничений запретов на движение капитала сразу же позволяет обеспечить выравнивание платежного баланса и предотвратить обвал национальной денежной единицы. Я не буду дальше развивать и углублять, рассчитывая, что вы учебники читаете и понимаете, как устроены эти механизмы. Далее, третий пункт моей программы – это введение моратория на выплаты внешних долгов. Мораторий – это не отказ, это не дефолт, это именно отказ на определенный период времени выполнять свои обязательства в связи с какими-то обстоятельствами. Но это чаще всего обстоятельства форс-мажор. Ну, а экономические санкции – это тоже один из признаков форс-мажора. Вот. И то, что наши власти говорят, что несмотря на экономические санкции мы будем и дальше выполнять свои обязательства, для меня это кажется просто абсурдно и даже подло. Я считаю, что мы этого делать не должны. Вот. И даже наши некие геополитические противники удивляются, как Россия не пользуется такими возможностями, которые лежат на поверхности. Это лишний раз нас наводит на мысль о том, кто же руководит нашей страной. Дальше. Дальше – это перестройка деятельности Центрального банка. Я сказал, что у нас долларизованная экономика. Центральный банк – это фактически филиал Федеральной резервной системы. Центральный банк – это не орган государственного управления, если вы будете внимательно изучать федеральный закон о Центральном банке. Даже если внимательно читать статью 75 Конституции Российской Федерации, ты и то понимаешь, что Центральный банк – это не мышонок, не лягушка, а неведомо зверушка. То есть, всё сконструировано таким образом, чтобы Центральный банк вышел из подгосударственного контроля. Ну, то есть, возвращение, восстановление государственного статуса Центрального банка. Да что там говорить? Статья 2 Федерального закона о Центральном банке. Напомню вам формулировку. Центральный банк не отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам Центрального банка. И это при том, что золото-валютные резервы в размере 400 миллиардов находятся на балансе Центрального банка. Это интегральный финансовый результат всей внешнеэкономической деятельности российской экономики. Я не развиваю эту мысль, думаю, вы её сами подхватите и можете дальше развивать и углублять. Вот, эту мысль, в принципе, должны развивать и углублять сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, конституционного суда и так далее, и так далее. То есть, всё лежит на поверхности. Ну, безусловно, изменение модели денежной эмиссии, потому что сегодня у нас фактически рубль – это перекрашенный доллар, потому что у нас действует модель currency board валютного управления. То есть, рубли у нас печатаются не под какие-то инвестиционные проекты, а в реальном секторе экономики. В этом случае у нас действительно была бы сбалансированная экономика, денежная масса соответствовала бы товарной массе, а у нас деньги вбрасываются в обращение в результате того, что Центральный банк покупает валюту, а валюта поступает по двум основным каналам. Первый канал – это иностранные инвесторы, которые на входе меняют свои иностранные тугрики на наши разноцветные бумажки. И, значит, экспортеры чёрного золота, природного газа, которые, безусловно, не всю выручку меняют, а только ту часть конвертируют в рубли, которая необходима для обеспечения хотя бы простого воспроизводства внутри страны и для того, чтобы выплачивать налоги в казну Российской Федерации. Вот это, можно сказать, тема даже целой отдельной лекции. Ну и, наконец, как говорят англичане, the last but not the least, последнее по списку, но не последнее по значению – это девшеризация нашей экономики. К сожалению, я вижу, что многие до конца не понимают серьёзность этой проблемы – офшеризация и, соответственно, актуальность задачи деофшеризации. Ну, говорят, да, офшеризация – это глобальный процесс, это глобальное явление. В Америке тоже есть офшеризация. Там даже посчитали, что из-за того, что некоторые транснациональные банки и корпорации уходят в офшорную тень, казна не получает, недополучает порядка 100 миллиардов долларов. То есть это вот один самый безобидный аспект офшеризации – значит, налоговый уклонист. Но в России эта ситуация намного серьёзнее, потому что в офшоры выводится не только финансовый результат, в офшоры выводятся активы. А реально, вот активы находятся вроде здесь, да, железные дороги, шахты, домы, фабрики, заводы, подвижный состав. Но всё это находится на балансах, всё это, в конечном счёте, переводится на балансы офшорных компаний. Что такое офшоризация активов? Ну, достаточно посмотреть, например, ЮКОСа. Я полтора года работал в ЮКОСе консультантом, поэтому изнутри немножко… Не в ЮКОСе, вернее, я работал в Минотепе, но всё равно я работал с Хардаковским, и я немножко представляю. Это, в общем-то, люди, которые, как я говорю, есть выражение «факир» на час, есть «олигарх» на час, транзитная фигура. Когда стали в 2003 году распутывать эту схему, значит, а кому же принадлежит ЮКОС, там целая цепочка офшорных компаний вышли на Гибралтар, последняя инстанция в этой цепочке. И кто же там конечный бенефициар, как вы думаете? Яков Ротшильд. Яков Ротшильд. А другого и ожидать нельзя. И поэтому, если раскручивать Потанина, раскручивать каких-то других наших олигархов, мы получим примерно тот же результат. Только в некоторых случаях это будет не Ротшильд, а Рокфеллер или Морган. А так, в общем-то, всё это очевидно. Всё это очевидно. И понятно, что из-за того, что мы допустили такую офшоризацию отдельно взятой компании ЮКОС, мы сегодня имеем такую головную боль. Решение ГАГского арбитражного суда, который нам выписал горчичник на 50 миллиардов долларов. И господин Сечин не знает, что с этим горчичником делать. Мы, конечно, пытаемся помочь как-то господину Сечину, но, в принципе, этим должно заниматься государство. Но поскольку большую часть активов взяли на баланс Роснефти, то поручили именно Сечину решать эту головоломку. А таких ситуаций, таких мин замедленного действия, сколько угодно. Возьмите любое крупное предприятие, по оценкам депутата Государственной Думы Фёдорова, 85-90% крупных компаний российских, они имеют именно такую систему управления. То есть их активы находятся в офшорах. Это гораздо более серьёзная вещь. Но я говорю только об экономике, я говорю только о правовых последствиях подобного рода офшорных схем. Но есть ещё политические последствия. Дело в том, что, как сказано в Священном Писании, где сокровище ваше, там и сердце ваше. И, соответственно, у нас есть даже такое понятие офшорной аристократии. Офшорная аристократия – это и есть пятая колонна. Потому что их за все части тела держат хозяева денег там, за бугром. И естественно, что они будут выполнять те указания, которые им дают хозяева денег. А это, как правило, такие указания, которые, мягко говоря, не вписываются в национальные интересы России. А чаще всего это такие указания, которые подрывают суверенитет, безопасность, вообще будущее нашей страны. Я могу долго говорить на тему офшоризации, девшоризации, но это действительно пятый пункт моей программы чрезвычайных мер. Пятый по порядку, но, наверное, по значимости, по статье это первая позиция, первый пункт. Ну, пожалуй, я на этом подведу черту, потому что у нас остается всего 10 минут. А мне хотелось бы, чтобы были еще и вопросы, были бы выступления в прениях. Если не хватит времени, можем где-нибудь в фойе продолжить дискуссию. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.